Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина. Смотрю ваш канал. Мне импонируют ваши рассудительности, взгляды на жизнь. Хочу поделиться с вами своей историей. Прошу не судить меня строго. Познакомилась с турком на сайте знакомств специально для отношений и не искала турецкого мужчину. Мы долго с ним переписывались. Нашли много общего о взглядах, отношениях к жизни. Днем по возможности переписывались по вайберу, вечером говорили через скайп. Наше общение по средствам электронной связи продлилось около года. Человек показывал свое внимание, интересовался моей жизнью, поддерживал трудные минуты. Мы решили встретиться. Договорились, что он приедет ко мне на Украину, но у него были финансовые проблемы. И встреча постоянно откладывалась. Он предложил приехать мне, чтобы посмотреть на страну, семью его, стиль жизни, потому как был настроен на серьезные отношения и создание семьи. До него у меня не было опыта поезда к заграницу. Я сделала загранпаст и прилетела. Билеты на самолет оплачивал он. Все вроде было бы нормально, но были определенные моменты, которые меня насторожили. Я думала, что это из-за разного воспитания, менталитета, не стала к этому сильно придираться. После моей поездки решили, что я рассчитываюсь с работы, приезжаю к нему, чтобы уже официально оформить отношения. Хочу оговориться, что он старше меня и у него двое сыновей от первого брака с русской женщиной. Сам он много работал на инженерных должностях в России, Украине и говорит на русском языке. Еще при первой встрече меня познакомили с семьей, родственниками. Моей маме сказал, что будем жениться. И все было хорошо, нормально. И бывали, конечно, конфликты, как и у всех. Перед второй поездкой я рассчитывалась с работы, хотя мне было жаль ее терять, потому что был очень хороший коллектив, хорошая должность, управление и достойная зарплата. В нашем небольшом городке это очень престижное место. Но я же ехала к любимому человеку, поэтому решилась на это. Мы были счастливы, но при всех обещаниях жениться у него оставалась анкета на сайте знакомств. Я дала ему вопрос, почему и зачем, если ты уже определился. Потом оказалось, что у него не только на этом сайте есть анкета. Об этом я узнала, когда открыла его в телефон. Я, конечно, поступила неправильно, нельзя одеть в чужой пространство, но меня начали терзать сомнения. Когда человек постоянно прятал свой телефон, ходил с ним в туалет, переворачивал экраны вниз, оказалось общая, общался с другими женщинами на интимные темы. Был грандиозный скандал. Я собрала вещи, сказала, чтобы заказывала билет. Он начал извиняться, клясться, что больше такого не повторится, и он все заблокирует. Мне было очень тяжело ему поверить вновь, но я решила дать ему второй шанс. Сейчас я понимаю, что не нужно давать человеку второй шанс, когда не надо давать второй патрон, когда он не попал в тебя с первого раза. Мы жили второй год вместе, и наши отношения становились только накаленнее. И я все делаю не так. Не умею готовить, не умею с ним говорить, не умею быть такой, как он хочет. Ко всему придирке, говорит, что он меня кормит. Да, это так, но это временно, так как планировала пойти здесь работать. Я инженер по образованию. Выходной или вечером не хочет никуда выходить со мной, проводит время на диване и все чаще с ракой или пивом. И даже если выходим, то это делается нехотя, быстрее, быстрее, быстрее. Не хотел даже сделать ключи от квартиры через огромный скандал. Теперь, когда я выхожу сама, то он меня все время запугивает, что это стрёмный квартал, что со мной сделают всякие гадости, но и идти со мной тоже не хочет. Но не могу же я все время сидеть дома, подчиняться только его хорошему или плохому настроению. Когда не было ключей, то могла не выходить на улицу неделю или даже две. Не могу толком выучить турецкий язык, да уже и не понимаю, надо ли оно. Прошу его записать мне на курсы. Говорит, чтобы сама учила, что язык – это мои проблемы. И прошу послушать, когда я читаю статьи в журнале или газете, исправить мои ошибки в произношении. Тоже меня отсылает. На кухне, если в пакете где-то хлеб зачерствеет, или я не замечу, что он в пакете чуть-чуть зацветет, то скандал – я плохая хозяйка. Я не отношусь к нерадивым разгильдяйкам. Регулярно убираю, стираю, готовлю. Плюс вещи его сына разбираю, раскладываю по полкам. Но если говорю, что я это сделала, то получаю ответ – лучше не делай. Очень люблю цветы. Дома выращиваю много разных видов и сортов. Это моя душина. Но здесь ограничивает меня в этом. Объясняет это тем, что нет места, хотя есть два балкона. Часто ссоримся, и амплитуда все увеличивается. Постоянно нормальное давление и недовольство. Может толкнуть, дернуть, начать материться, назвать салак или черкин. Ну пусть я не красавица, но симпатичная. И после скандалов начинает пить. Прошу этого не делать. Вроде соглашается. Когда уже меня сдадут нервы, он видит, что довел до предела и приходит извиняться, говорит, что любит. Но какая это любовь? Самое интересное, что только я уезжаю домой, как он начинает быть таким заботливым, обещают все исправить, что все наладится и нужно потерпеть. Конечно, у меня не самый спокойный характер, есть свои недостатки, да и возраст уже 36, о чем мне тоже регулярно напоминают и говорят, что я останусь одна. Вот и сейчас ссора, но этот раз купил мне билет домой. Мне, конечно, тяжело, но это и к лучшему. Это я вам небольшую только часть рассказала, что сейчас происходит в моей жизни. Хочу сказать, что живу на востоке Украины, где и так не самая простая обстановка. И как получается, как будто между я двух огней. Поршу вас высказать свой взгляд со стороны, да хотя я и сама все это понимаю. У вас есть видео про абьюз на востоке, я как посмотрела, то узнала очень много похожего о своей истории. Раньше я не позволяла своим мужчинам так гадко ко мне относиться. Остранялась, уходила, а тут не узнаю себя. Абсолютно верно. Это абьюзные отношения, и то видео не зря вас задело. Это абсолютно про вас история. Как бы мне было не горестно и неприятно это констатировать. Так и есть. Что делать? Я вот честно скажу, конечно, бежать. Я как поняла, вы не расписались, вы так просто сожительствуете два года. Терять вам нечего. Обихаживать его сына, как я поняла, с одним вы сыном живете, вам это нафиг надо. Вообще почитай со стороны, вот я вам голосом своим читала письмо, что вы никто дома. Вас обижают, унижают, с вами не считаются, вас опускают. Короче, тут вообще о чем разговаривать? Это абьюз, это ненормально. Я по плану действий, да, что скажу. Все очень просто. Купил билеты, не возвращайтесь. Вот и все. Соберите вещички самые важные, главное, что можете увезти. Либо увозите потихоньку раз за разом. Короче, но пока он вам покупает, такая уже ситуация не очень хорошая. Он у вас побухивает, начинает руку поднимать, фыркать, прыгать на вас. Я вам скажу, что пока он вам покупает билеты, надо отсюда делать ноги. Вот и все. Выбора у вас другого нет. Наступит скоро такая ситуация, что он вообще реально начнет руки распускать. И тогда уже билетов вам не купит. И вы отсюда вообще уехать никак не сможете. Вот что будет страшное. И дотягивать до этой ситуации, ждать этого абсолютно не стоит. Не надо играться с огнем, потом вам будет проблематично отсюда вообще уехать из Турции. Вы зависите уже сейчас от его настроения. Это типичный абьюзер, садист, который... Я уже миллион раз, девочки. Вы мой канал смотрите. Ну, блин, это все в копилочку про вашего мужчину. Это история о том, что когда он издевается, садистически относится, а потом когда-нибудь, когда вы миритесь или вы уезжаете к себе домой, он начинает просить прощения, обещать, что все будет хорошо, вы на это ведетесь. Вы нашли своего садиста. Вы говорите, почему я раньше, мужчина мне позволяла, вы изменились, да? Вы сами все написали. Вам 36 лет, и вы боитесь. Вам, во-первых, понижают самооценку очень стандартно. Страшные, что вы, короче, салак вам, нехорошая, типа дура, короче говоря, вас унижают. Ты готовить не умеешь, стирать ты не умеешь, ничего делать не умеешь. Плохая хозяйка, плохая жена, вообще плохой ты человек. Плюс еще вы страшная, как он вам говорит, плюс вы старая, вам 36 лет, нафиг никому будешь не нужна. Это вас и держит. Вы в это верите? И думаете, что лучше, чем он, никогда не найдете даже 36 лет. Ну, честно, лучше одно, без детей, без замужества, в 37-40 лет, но без абьюзера, который над вами издевается, может бить, бухать, унижать. Вам страшно то, что у вас на родине вы потеряли работу, ничего нет, там все плохо? Плюс вы верите в то, что вам 36 лет, и там у вас на родине тоже так же вам говорят, что вы будете одна, никому не нужна. Это разве, короче, цель жизни быть с кем-то, при ком-то, и рожать детей, это цель жизни человека? Нет, не в этом-то счастье. Вы можете от него, например, рожать детей и быть при нем, но вот в таких издевательских, ужасных, садистических отношениях. Главное не рожать детей, и чтобы люди вокруг вас не долбили социально, что ты старая и одинокая, никому не нужно жить с котиками. Да наплевать, это их мировоззрение, пусть вот так они верят, пусть так живут, это вообще ведите нафиг, надо сказать. Лучше я буду одна в 40 лет без детей с котиками, чем меня будут бить, издеваться надо мной, решать за меня что-то финансовое. Говорить, что я тебя кормлю, это вообще что? Ну вымол в ответ, а я с тобой сплю тогда. И что? Давай возмещай. Ну короче, это уже так, немножко юморное отступление. Короче говоря, вам надо вернуться домой, если вы не хотите жить у себя на родину с плохой ситуацией, вы оттуда бежали когда-то, чтобы к нему переехать. Находите третье место для жизни, начните свою жизнь с чистого листа, едите в какую-то другую страну, в Европу, например, еще куда-то. Просто найдите, если вам не это не нравится, не это, ищите другой, третий путь выхода из ситуации. Находите третью какую-то страну для жизни, и все. Начинайте с чистого листа, забейте, вам никто, понимаете, не будет говорить, что вы страшная и старая, никому не нужная. Обрубайте с ним, обрубайте у себя на родине и начинайте жить для себя, хоть как-то где-то, ищите работу, в новой жизни, но стройте для себя новую жизнь. У вас пришло время обрубить все старое и начать переродиться, жить заново, раз вас все старое не устраивает. Родина не устраивает, где вы родились, не устраивает. Вот Турция с этим мужчинам, там вообще ужас просто, надо сразу рубить и бежать оттуда. Все. Находите новый путь. Едьте в Европу, живите в какую-то другую страну мира, пробуйте себя в чем-то другом. Вам терять нечего, потому что у вас, на данный момент, ничего нет. ни любви, ни семьи, ни перспектив, ни работы, вы все обрезали. Но у вас есть выход вперед только двигаться. Вам терять нечего, поэтому вы можете спокойно, знаете, с одним чемоданчиком ехать в какое-то другое место, начинать свою жизнь с чистого листа. И несмотря на возраст. Если вы это сможете обрубить, начать заново, чистого листа, у вас все пойдет нормально. А если вы будете за это держаться, страдать, вам будет, может быть, лень, страшно начинать, так вы будете жить вот в этой трясине. Вас будут бить, над вами будут издеваться, вас не будут любить, на родине у вас ничего не получится, там все у вас плохо. У вас всегда везде все будет плохо. Вы только можете все обрубить, короче, и начать сначала. Больше выхода вообще никакого нет. Тыркаться, прыгаться с ним нет. На родину, если вам не хочется, там плохо тоже нет. Не ходите выход другой, вот все. Надеюсь, видео было полезным. Я вам дала какие-то мысли для размышлений, почему я здесь не хочу углубляться, обсуждать, потому что тема, история очень типичная, повторяющаяся, уже вагоны, маленькая тележка на моем канале видео про абьюзеров, про садистов, про вот такие отношения, даже слово в слово повторяющихся историй, далеко не первая история, поэтому копаться с точки зрения психологии в этом я не вижу смысла, это уже обсуждено в причинах поведения, вот это все уже обмусолено. Кому эта тема интересна, вбивайте плейлист на канале у меня мужское и женское, там все видео подряд об этом идут, так что пишите свои советы девушке, комментарии по этому поводу, может она к вам прислушается, но честно, от души скажу, ловить там нечего, и в целях собственной безопасности просто делайте ноги уже из Турции, оставайтесь сначала у себя на родине, а уже оттуда выезжайте куда-то в другие места, работать, жить, меняйте свою жизнь, но можете там не оставаться, если вам не нравится, но в Турции с этим мужчиной делать точно нечего, поверьте, доиграетесь, будет только хуже, лучше ничего не будет. Спасибо за ваше внимание, скоро увидимся, всем пока.